Я попал в начале 90-х годов в Германию и попал в очень интересную компанию «Скрытых чемпионов». И там с 2000 года мы очень серьезно занимаемся вот этой темой комплексности. Наша тема такая грандиозная, которую мы здесь обозначили, менеджмент и маркетинг в комплексности. Когда мы спрашиваем, что такое комплексность, у нас есть тысяча вариантов, и это одна из самых горячих тем в Германии уже лет 5. Все говорят о комплексности, но мало кто понимает, что такое. Поэтому я бы хотел сейчас нестандартно войти в эту тему и раскрыть ее интересным способом. Представьте себе Калифорнию, хороший день такой солнечный, на берегу океана, молодой человек, очень задумчивый, такой грустный. Идет, гуляет, прибой, видит, что-то лежит, поднимает, оказывается кувшин. Ну вот так, стирает с него песок, ну и что происходит, вылетает оттуда джин. Недовольный. Говорит, ну окей, ты меня оттуда вытащил, три не буду желания теперь выполнять, но одну выполню, давай быстрее, хочу обратно. Ну, мужчина не растерялся, очисал затылок, говорит, слушай, вот я люблю отдыхать на Гавайях, на самолете боюсь, у меня фобии не летать, не могу, на корабле, если доплываю, потом две недели отхожу. Могу построить туда мост? Мужчина на него смотрит, слушай, слушай, что такое, там столько конструкций, столько бетона надо, столько цемента надо, железа надо, чем поскромнее выбери. Ну, мужчина не растерялся, то опять ссал затылок, говорит, слушай, а можешь научить меня понимать людей? Говорит, вот я начинаю грустить по-настоящему, потому что я не знаю, вот как с ними разобраться, да, там, они что-то хотят, непонятно, что хотят, достигают больших целей, потом вообще недовольны, еще дальше хотят, вот могут мне научить? В этот раз джин почесал свой затылок, говорит, слушай, какой еще рынок должен быть мост, будем строить мост. Наш джин как раз тоже задался перед комплексностью, потому что комплексность, она как раз начинается с человека, и не просто с человека, а с настоящих больших групп людей, которые работают в организации, которые называются живыми системами, и оказывается, живые системы состоят из разных аспектов, как минимум семь, вот, и если мы говорим о людях, это значит, что потом они, как они мыслят, следующий аспект, третий аспект, оказывается, они придумывают какие-то социальные правила, эти правила в четвертый аспект переходят в какие-то такие ритуалы, которые, на которые влиять уже тяжело, они уже, наше окружение создают, в котором, да, сложно потом сориентироваться, и происходит такое невозвратимое, получается, все, что мы наработали в ритуале, оно начинается закрепляться, физически, ментально, повторяться, повторяться, и как раз седьмой, оказывается, аспект, это постоянные циклы. Одно и то же, к чему мы привыкли с вами, вот оно начинается постоянно повторяться, и поэтому джин говорит, слушай, нет, давай, мне не хочется с людьми заниматься, давай мы будем что-то такое строить, что я понимаю. По-большому, когда мы смотрим на руководителей традиционного такого направления, они себя тоже ведут как бы как джин, давай мы будем строить хороший проект на какие-то вещи, а с людьми занимается кто-то другой, кто поумнее джина. Поэтому вот наша тема, она такая грандиозная, по-большому можно по нему целый курс создать, можно даже назвать его для тех, кто хочет быть умнее джина, вот, чтобы справиться с этой комплексностью. Если мы говорим о комплексности очень коротко, комплекс, это, конечно, это наука о сюрпризах, о неопределенности и бесконечных сюрпризах. И те компании, которые с этой неопределенностью, с этими сюрпризами научились мастерски обходиться, как раз и есть сейчас те, которые будут делать нам повестку дня. И как раз одни из таких интересных компаний, которые из Германии, как и представлены, это Hidden Champions, скрытые чемпионы, которые умеют это делать. Они на самом деле научились работать с комплексностью, потому что они ее не борются против нее, не упрощают ее, а научились как-то с ними дружить, с этой комплексностью дружить. Поэтому первое, то, что я хотел бы вам из практики сказать, да, комплексность очень сложная вещь, это что-то между большим порядком таким, да, и большим хаосом. И вот умение разобраться в этой комплексности, это возможность, это способность подружиться с ней. И по-большому можно сказать, что в комплексности у нас новая нефть. Вот кто справляется с этой темой комплексности, он имеет очень большой выход на просто залежи креативности, залежи человеческого потенциала, технологического потенциала. Там просто, да, это новая нефть, потому что если мы научились работать с комплексностью, тогда мы очень быстро научим работать с динамикой. А с динамикой и с комплексностью справится только человек. И только тот человек, который находится в какой-то такой экосистеме, которая дает возможность вот эту комплексность ему еще и прожить, и любить ее, и хорошо к ней относиться. И как раз вот эти компании Hidden Champions, скрытые чемпионы, они создают такие экосистемы, причем очень давно создают эта тема, вообще-то не новая. В 90-м году профессор Херман Симон написал как раз свое исследование. Он исследовал такие компании, которые очень инновативные, они какие-то все такие очень эффективные, да, и по прибыльности минимум 2 раза больше делают свои обороты. И туда хотят все попасть, хотят все многие работать. Почему-то руководители там задерживаются минимум на 20 лет, да, потому что там они могут раскрыться свой потенциал, да, проявить. И туда попасть на самом деле очень непросто, вот, и одна из фишек, да, этих компаний, почему они называются скрытые чемпионы, о них мало кто знает. Да, вот, и мы подготовили для вас там презентацию, там расписаны числа, что это за компании, какие они есть, примеры этих компаний, вот. И одну, как бы она, которая очень близко к нам, мы с ней работали, это компания, которая производит промышленный клей. Это компания, которая, которая работает 780 человек, они делают годовой оборот 156 миллионов евро в год. И, внимание, 15% годового оборота они направляют на research and development, на инновации, в которые работают у них 130 человек. В год они производят, ну, как лей, да, такие рецепты, 10 тысяч различных рецептов в год, из которых только 40 выходит на рынок. Представили, да, вот этот, почему они эффективны, потому что они создают такую экосистему, где начинают производить, бурлить, теоретически, креативность вот этого, да, на практику выводить, и создают такую ситуацию, когда хочется еще больше, еще больше, еще больше, правда? И вот, как раз, если мы говорим теперь уже о комплексности, как с ней справляться? Мне очень повезло с моими коллегами из Гамбурга, мы ведем несколько таких Hidden Champions, прям конкретно, уже несколько лет, можно сказать, несколько десятков лет. Вот, и видим их изнутри, и понимаем, что делает их такими. Одна из таких фишек, которая очень важна, вот, когда мы говорим о Hidden Champions, да, какие же они такие успешные становятся, там у нас в презентации есть 9 секретов успеха их. Очень хорошая тема, вот как, чтобы с ней познакомиться, но одну вещь они делают на самом деле просто колоссальная, ну, и то, что может послужить для вас некой такой стратегией, как обходиться с этой комплексностью, когда ты не знаешь, что, ну, надо находить ответ. Значит, это стратегия, состоящая из трех таких шагов. Первое, что они делают, они отказываются от всего лишнего. Они просто освобождают свой чердак, вот, как завален на все, и все не нужно выбрасывать. Вторая стратегия, они сокращают все, что необходимо, до существенного. Они упрощают, вот именно в комплексности упрощать нельзя, они сокращают это. Ну, например, что это такое? Например, у них в компании отсутствуют бонусы, как таковые у многих этих компаний, да, потому что это лишнее для них, а существенная была бы вообще система вознаграждения, правильно? Нам нужна система материального вознаграждения, а бонусы – это лишнее, это головная боль для них. И третья стратегия – это ясные коммуникации, да, они просто умеют слушать друг друга, понимать друг друга и давать обратную связь, получать ее, и на ней вот эти вот циклы разрабатывать. Помните, да, наши вот эти семь аспектов? Это постоянная ревропродукция, это всегда воспроизводство этих циклов. Как я мыслю, как я работаю, как мое правило установилось, как оно перешло в ритуалы, потом что закрепляется у нас в окружении, и потом начинается воспроизводство и распроизводство. И это делается через обратную связь. Если в компании люди знают, что обратная связь – это наша очень важная фишка, потому что на ней строится развитие наше, тогда человек начинает заниматься этой темой обратной связи. Вот как раз отказываемся от лишнего, сокращаемся от существенного и учимся коммуницировать. По большому это ясная информация, чтобы мы люди друг друга понимали. Вот, и теперь что касается маркетинга, заявлено у нас также маркетинг, комплексность в маркетинге, это то, что вот эта вот тема толкать на рынок, push, она переходит в pull. То есть я притягиваю. Эти компании на самом деле могут притягивать. Они не работают с клиентом, они работают с каким-то бизнес-партнером, который становится их таким главным экспертом, потому что они завтра у него купят. У них хоть и хорошо это получают, как раз в наших скрытых чемпионах, потому что они на самом деле знают, что нужно сфокусироваться на одной теме. Как правило, они сфокусируются на одной теме, идут в глубину, не в широту, а в глубину, например, клей. Или же там какие-то такие крепящие устройства. И вот в этих крепящих устройствах, в этом клее, в этих методиках, они становятся мировыми лидерами. И в своем таком большом количестве, примерно, Херман Симон насчитал их около 3000 компаний по миру, и половина из них из немецкоговорящих стран. Как же получается так, что вот эти компании с такой экосистемой небольшой, причем они находятся не в больших городах, а, как правило, рядом с небольшими городами, где-то там разбросаны по Южной и Западной Германии. И эти, ну, как бы, да, вот дело, например, недалеко от Минщина находится. И главное то, что фокус, который они на свою вот эту местность, да, направляют, как-то отражается, вот, собственно, успешно на глобальном рынке. Вот не скажешь, что они какой-то такой деревни, да, в нашем понимании. Человек, который глобально делает бизнес и держит там до 80% рынка в мире. И это на самом деле возможно, когда человек начинает, компания начинает в своей организации относиться к живой системе. И главное то, что вот если мы говорим о комплексности, умением менеджмента и маркетинг строить стол, вот в этой формате комплексности, это то, что принятие решений, коммуникации происходят на интуитивном уровне. То есть интуитивно человек правильные решения принимает. А это самый быстрый способ вообще принятия решений и построения взаимоотношений. Это то, что вот как высший пилотаж вообще управленческой деятельности, когда человек может интуитивно правильные вещи думать, а значит потом будет еще и правильно делать. И как раз вот эта вот тема комплексности, динамики и способности с этими тремя стратегиями работы, она дает возможность, что научиться этому нельзя. И поэтому программы только могут об этом проинформировать. Учиться комплексности и работе с динамикой тоже нельзя. Единственное, что можно с комплексной динамикой делать, это развиваться в эту сторону. А развиваться мы можем только когда-когда делаем. Что-то руками делаем, сами делаем, вместе с другими делаем. И постоянно получаем вот эту обратную связь. Поэтому, как бы таким красной нитью была бы рекомендация, которую мы каждый раз на своей практике видим, это комплексностью надо обязательно вам всем подружиться, узнать, что это такое. Это способность работать с сюрпризами и определенностью. Начинается оно всегда не с одного отдельного человека, поэтому только психология мне не поможет. Нам нужно заниматься организационными вопросами, экономикой нужно заниматься и относиться вот к этой теме живых систем, живых организаций. Потому что там заложен этот ключ. Ключ, он такой многомерный, этот ключ комплексный, многомерный. Там нужно несколько ключей нам иметь, чтобы вообще замок у нас расстылся. Человек это один человек. Второе, это была бы та организация. И третье, как раз, что вы рассказывали, это экономика, которая правила игры задает. И когда мы говорили, а цена, на самом деле, вот у этих хитрин-чемпионов вопросов за ними не стоит. У них вопрос о ценности, которые мы приносим, которые мы приносим в нашем бизнесе. Поэтому менеджмент, кстати, у Ирины Герчика, мы тоже посмотрели, это одна из книг менеджмента, которая первая попала нам в руки, колоссальная. Просто замечательная книжка по менеджменту. И объяснение менеджменту очень простое в нашем понимании. Менеджмент это сила, организующая, направляющая, созидающая. И единственная ее тема у этого менеджмента, это трансформация нашего ресурса, наших потенциалов, людей, вся организация в пользу. И маркетинг это не продажа. Это как раз часть этого менеджмента, это целостный подход получается. Поэтому мы даже не разводим маркетинг от менеджмента, потому что это две стороны одной медали. И сегодняшний вот этот пул, когда мы не человеку продаем, мы созидаем вместе с нашим клиентом вот это разделение, ну, конечно, в вчерашний день, так сказать. И поэтому в комплексе нам поможет эти три стратегии. Отказываемся от лишнего, сокращаем долг существенного и коммуникации. В маркетинге не толкать, а пуш, притягивать. Поэтому надо потом мыслить вместе с нашими партнерами. И самое главное это то, что если мы хотим с комплексом справиться, нам нужно научиться работать не только по правилам, потому что правила это один аспект из семьи, помните, да, социальные правила. Нам нужно научиться работать на своей ценности и принципах. И в заключение я хотел бы поделиться шестью принципами. Великий Ганди, который мы можем прямо сегодня уже пользоваться и завтра уже транслировать на наших коллег, партнеров, это то, что он говорил, что политика не должно быть без принципов. Богатство не должно быть без труда. Удовольствие не должно быть без стыда. Знания не должны быть без характера. Мы даем знания, значит, мы должны характеры дать. Бизнеса не должно быть без морали. Не должно быть. Мораль, этика – это очень важно для бизнеса. Наука – это всегда гуманность. И вера предполагает всегда жертву. Если мы хотим строить такую человеческо-направленную экономику, мы должны быть готовы к жертве. А для этого надо поверить, что это все работает. Поэтому в результате, которую мы имеем, в нашу сторону ветер будет. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.